По столице прошел отбой воздушной тревоги, которая продолжалась более трех часов. Длительность тревоги понятна, относительно тихоходные мопеды могут лететь до цели достаточно долго, и для того, чтобы дать отбой, надо убедиться, что пролетело все, что было выпущено. Есть сообщения о сбитии 13 дронов, но это пока предварительные данные. Ну а многие из нас наблюдали, как и чем их сбивали, а некоторые даже могли видеть, куда были нацелена часть из них. Но по понятным причинам комментарии оставим официальным источником, а сами обратим внимание на какие-то общие вопросы. Так, можно заметить прямо сейчас, что в отличие от первого налета, эффективность перехвата дронов стала намного выше и, возможно, уже дошла до 100%. В общем, этого следовало ожидать, за последнее время наши ПВО получили существенное пополнение в зенитных комплексах ближней дальности, которые как раз и заточены на перехват подобных целей. Мы слышали о том, как эффективно работают немецкие гепарды, и в этот раз наверняка будет информация о боевом крещении французских краталей. Немецкие машинки показали стопроцентную эффективность в зоне своего поражения, и у нас есть основания полагать, что французские изделия тоже не ударили лицом в грязь. По крайней мере, французское оружие является одним из лучших в мире, и не зря именно французские «Рафали» только что выбили из конкурса на поставку в МФ Индии палубных бомбардировщиков американские F-18 и уж тем более аэропланы, собранные в Федерации. Собственно говоря, конкурс и был объявлен для того, чтобы заменить МИГИ и СУ, которые уже были поставлены Индийскому флоту. Индусы заявили о том, что русские самолеты не предназначены для использования в качестве палубных и начинают разваливаться буквально после первой посадки на палубу. Сыпаться начинает не только шасси, но и планер. Индусы говорят, что русские им поставили одноразовые самолеты, которые надо отправлять в ремонт после каждой посадки. А вот от «Рафалий» они в восторге. Так что будем надеяться на то, что и «Краталь» отработали не хуже. В общем, с объективной стороны, наше ПВО в бодром темпе насыщается не просто количеством единиц, но и новым качеством, как в плане средств обнаружения целей, так и боеприпасов, которыми работают эти системы. Очевидно, что именно в сегменте ближнего боя насыщение происходит наиболее высокими темпами. Существенно медленнее происходит насыщение ПВО средней дальности. Но и туда уже зашли передовые системы, например, НАСАМС. Для того, чтобы понимать, насколько эффективны эти комплексы, достаточно сказать о том, что именно они прикрывают правительственный квартал Вашингтона. Насколько можно понять, в сборе комплектов для Украины принимали участие США, Испания и Норвегия. Что там поставило каждая из стран, уже не важно. Главное то, что оно уже тут и работает. Опять же, тут важно не только то, что мы получаем оружие, как минимум, на поколения, ушедшие вперед от того, чем располагают войска, Московии, и не только то, что этого оружия становится больше, а значит увеличивается зона эффективного прикрытия этими системами, но и то, что боеприпасы к ним производятся на предприятиях наших партнеров. Практически все то, что нам досталось в наследство от СССР, имеет боеприпасы и комплектующие, которые у нас или уже не производятся, или никогда не производились. А это говорит о том, что, как минимум, мы имеем конечное количество боеприпасов. Понятно, что удается подгрести остатки в странах, куда это было поставлено со времен Советского Союза или Федерации, но это не отменяет того, что все это производится вна России. Рано или поздно такое положение обязано привести к голоду боеприпасов ПВО, тем более, что эффективность работы советских систем оставляет желать лучшего, и поэтому расход боеприпасов будет выше, чем один к одному. Переход на западные образцы вооружений важен еще и тем, что последние разработки систем вооружения основаны на модульности и взаимозаменяемости. Проще говоря, стандартизация систем вооружений позволяет использовать боеприпасы или комплектующие разных производителей. А кроме того, такие комплексы могут собираться из машин, изготовленных в разных странах. Они легко стыкуются в одну систему и работают без потери эффективности. Но до сих пор самым сложным сегментом ПВО являлись системы дальнего радиуса действия. Мы все еще вынуждены полагаться на советские С-300, которые не только морально устарели, но их возможности, а главное, уязвимости, хорошо известны противнику. Ну и плюс к тому та же самая проблема с боеприпасами. И вот пошли сигналы о том, что в ближайшее время мы получим новейшую систему ПВО Патриот. В данном случае речь идет не о том комплексе, который Германия предложила Польше, а та попросила передать его Украине, а о том, что могут поставить США. Кстати, вспоминая о немецком Патриот, надо заметить, что, наверное, лучшим вариантом будет передача полякам с тем, чтобы они его установили у нашей границы и этим прикрыли запад Украины. Это было бы правильно, потому что Польша уже давно движется по пути оснащения своих ПВО этими системами, и наверняка у нее имеется уже подготовленный персонал для работы с ними. Насколько можно судить из информации, представленной производителем корпорации Raytheon, непосредственно для работы с батареей Патриот, имеющей 8 пусковых установок, необходимо 90 человек личного состава. Сюда входят операторы RLS, экипажи самих пусковых установок и ремонтное подразделение, которое призвано обслуживать всю технику батареи. А подготовка персонала для работы с комплексом занимает несколько месяцев, по некоторым данным, до полугода. Так что если поляки могут просто взять, развернуть батарею и поставить ее на боевое дежурство прямо сейчас, то, наверное, это будет самым правильным решением. А тем временем наблюдаются подвижки в самих США. Пока речь об этом идет в американской прессе со ссылками на неназванные источники, но когда об этом пишут центральные издания США, например, CNN или VCG, опираясь каждое на свои источники, то можно с большой долей вероятности полагать, что примерно так оно и есть. И что важно, невзирая на то, что информация к ним зашла от разных людей, выглядит она практически идентично. Суть ее сводится к тому, что Белый дом поручил подготовить данные, которые могут лечь в проект решения передачи Украине систем ПВО Патриот. Работа подходит к завершению, но в ее ходе в Белый дом ушли выкладки о плюсах, минусах и подводных течениях в случае принятия положительного решения. И насколько можно понять, после массированных атак по объектам критической инфраструктуры плюсы значительно перевесили опасения и предубеждения. Источники говорят о том, что по состоянию на начало этой недели уже имеется проект окончательного документа, который дает добро на поставку этих систем Украине. Никто не говорит о том, сколько и чего предлагается передать. Но суть документа сводится к тому, что передавать можно и нужно. Ожидается, что этот документ должен завизировать министр обороны США Лой Тостин еще до конца текущей недели, после чего он уйдет на окончательную подпись к президенту США. Очевидно, что это отнюдь не означает, что через неделю Патриот уже встанет на боевое дежурство. Скорее всего, подпись президента США тут же приведет к отправке на обучение нужного количества наших военнослужащих, которое должно пройти либо в Европе, либо в США. Тем временем будет осуществлена переброска самих вооружений в Европу, где она пройдет соответствующую подготовку для работы в условиях широкомасштабной войны. Ведь одно дело, когда система находится в режиме ожидания год, два и больше, не имея реальных целей для поражения, и совсем другое, когда ведется воздушная война высокой интенсивности. Скорее всего, Патриот еще и не работал именно в таких условиях. Плюс к тому, само размещение комплекса на территории воюющей страны тоже имеет свои специфические особенности. Все это займет какое-то время, и именно потому мы считаем, что если есть возможность передислоцировать комплекс из Германии в Польшу, то это надо сделать прямо сейчас, и польские военные, уже подготовленные для работы с ним, уже могут поставить его на боевое дежурство, в частности для прикрытия части территории Украины. Ну а мы держим кулачки, поскольку, кроме дальности работы и лучшей эффективности среди таких систем в мире, Патриот может работать и против баллистических ракет противника. То есть Украина впервые может получить элементы собственной ПРО. Ведь этот комплекс как раз и затачивался на работу против самолетов, крылатых и баллистических ракет. И тут надо понимать, что кроме собственной РЛС, Патриот плотно завязан на всех источниках, которые могут давать целеуказания, в том числе и на данных спутниковой группировки ВВС США. И это надо понимать для того, чтобы оценить масштаб положительного решения, если таковое состоится. В общем, примерно так выглядят перспективы Украины в том плане и с учетом того, насколько наши военные могут выжимать максимум из техники и оружия, поставленного нам партнерами. Эффективность нашей ПВО стремится к абсолютному максимуму, что сделает для противника бесполезными попытки атаковать нас с воздуха. Но к такой эффективности еще надо прийти, а пока мы явно повышаем ее теми средствами, которые имеем в распоряжении. Мы переможем! Субтитры создавал DimaTorzok